Лучший дворик, лучший подъезд. 155-й дом на Ленина отличился сразу в нескольких номинациях городского конкурса. Первое место заняла и управляющая компания, которая обслуживает этот жилой дом. Здесь своя маленькая фитофантазия. Этот зеленый уголок создали сами жильцы. Возглавила работы Шадель Серопян. Соченко не дизайнер по профессии. Говорит, все дело в желании. С утра я проснулась, а здесь у нас стояло два гнилых сарая. Я решила их просто снести и создать вот такую красоту. Пощает и поддерживает такие инициативы и сама управляющая компания. Альпик Сити много лет шла к званию лучшей. Мы гордимся своими домами, вот такими вот красивыми жильцами, которые сами за свои деньги, для своей души создали такой вот прекрасный уголочек. Жильцы, мы все это делаем сообща, двухэтажные старые постройки дома, но тем не менее они вот видите, как могут быть красиво выглядеть. Если приложить сюда руки у творчества, а самое главное желание. Красота, которая не требует денег, а требует души. Если мы вот сможем все свое население вот так вот сдвинуть, да, ну поверьте, что вот сюда кто-то придет и у него рука, наверное, не поднимется кинуть сюда бутылку или окурок. С наступлением весны кактусам и бананам подсадят цветы. А вот на придомовой территории 63-го дома по улице Голубые Дали простор для творчества еще остался. Несмотря на то, что жильцы периодически создают здесь уголки прикладного творчества, здесь у сочинцев получился сказочный уголок. Гномы, избушка, мельница, что на очереди решают всем домом. Хочется, чтобы было приятно, чтобы было красиво, чтобы вид был из окна хороший. Поэтому жители наши стараются, не ждут ни от кого помощи. Самим надо проявлять инициативу. Пример инициативным горожанам подает муниципалитет. В прошлом году открыты четыре новых сквера. В этом будет не меньше. И сочинцам есть к чему стремиться. Поэтому и приятный вид из окна эти жители создают себе сами. Кто отличится по итогам этого года, по традиции определят в декабре на подведение итогов городского конкурса за лучшее благоустройство.